Взгляд победителем торговой войны США и Китая назвали Россию L. Победителем торговой войны США и Китая назвали Россию 24 февраля 2019 года 10.41 фото Юрий Смитюк, ТАСС-Текст, Сергей Гурьянов Торговый конфликт между Китаями и США положительно отразился на российском сельском хозяйстве Так как покинутый американскими производителями китайский рынок сои занимают фермеры российского Дальнего Востока, пишет Wall Street Journal Издание пишет о предприятии партизан из села Раздольная в Амурской области, которая собрала крупнейший за всю свою 90-летнюю историю урожай Купила новую технику и выплатила сотрудникам рекордные премии Эта компания выращивает соевые бобы и продает на китайский рынок, который находится в паре десятков километров от нее Передает Текст статьи Wall Street Journal Отмечается, что в результате торговой войны с Китаем США почти прекратили экспорт сои в Китай, который является главным в мире потребителем этой культуры Занят часть потерянного США рынка поспешили российские фермеры, пишет обозреватель Wall Street Journal Общий торговый обмен между Москвой и Пекином в прошлом году вырос более чем на 27%, достигнув 100 миллиардов долларов, пишет издание Растет и экспорт российской сельхозпродукции, в том числе и соевых бобов Объем экспорта этой продукции увеличился за последние 4 года больше чем в 10 раз до почти 1 миллион тонн После того как Россия стала больше торговать с Китаем, такие предприятия, как Партизан, смогли переориентироваться на китайский рынок Благодаря доходам Партизан из продажи сои в Раздольном сделали ремонт в сельской школе, восстановили поликлинику и стадион В то же время автор сомневается в том, что России и удастся нарастить производство сои до того уровня, когда она сможет удовлетворять значимую часть китайского спроса Так как российский экспорт покрывает только около 1% китайского рынка Объем его оценивается в 90 миллионах тонн ежегодно Амурские чиновники обещают в течение нескольких лет увеличить урожай сои в 2 раза до 2 миллионов тонн Но климат вряд ли позволит России стать ведущей державой на соевом рынке, считает автор Преимуществом российских фермеров он называет низкие транспортные расходы, так как Благовещенск находится всего в 10 минутах езды на автобусе от центра Хейхи 2-миллионного китайского города В феврале СМИ также заявили, что администрация президента США Дональда Трампа непреднамеренно создала ценовое преимущество на американском рынке для пойманного в России ментая, который используют в виде рыбных палочек и имитации крабового мяса Причиной также была названа торговая война с Китаем Текст Сергей Гурьянов